друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят давайте с вами обсудим сегодняшний киношедевр лёльки поберухи ролик ее вечерний под названием муж схватился за голову столько работы никто не осилит ну да друзья мои очередная сказка про белого бычка да гришка видно вообще и знать не знает что такое работа ну а название кролику конечно же пишет сама поберуха но я хочу сказать друзья мои понятное дело что тот кто платит тот и заказывает музыку это понятно но несмотря на то что музыку заказывает поберуха гришка вовсю готов за пайку друзья мои за койку место за пайку за кормушку готов плясать под лёлькину дудку да да они уже прямо в тандеме пытаются разводить разводить свои лекторатные эмоции на деньги в общем на все на свете короче друзья мои гришка как всегда начало ролика грешаня болтается как говно в проруби по двору не знаю куда себя деть надо же куда-то себя приткнуть чтобы показать какой я молодец как я много работаю это вам не хухры-мухры в общем ладно показали гришку показали поросят показали там птицу все на свете и так далее но и лёлька подошла к сену друзья мои и начинает нам рассказывать рассказывать о том как она с поставщиком сена работает уже целых 10 лет я горит беру сена у одного и того же поставщика ребят вы знаете вот каждый год у лёльки одна и та же песня мыло мочала начинай сначала наша песня хороша начинай сначала каждый год лёля вспоминает блин да надо же за сено платить да что ж такое у нас опять деньги не отложены ну понятное дело все она прекрасно помнит просто до этого у лёльки была полноценная такая полнейшая халява когда она понимала прекрасно что по щелчку пальцев лёлька сделает так друзья мои да что ей сразу же выдадут денежки хомяки на сен так оно и было лёля рассказывала сказки сено нужно уже завтра или сено нужно уже деньги на сено нужно еще вчера были да и вот все а когда у нее спрашивали помню в чате и в прошлом году и позапрошлом да задавали вопросы а что же поставщик то не может даже да вы что да он никогда не подождет да нет 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 да ни в коем случае так далее хотя опять же мы с вами прекрасно понимаем что всегда есть человеческий фактор всегда можно договориться тем более если это твой поставщик с которым ты работаешь уже на протяжении 10 лет но друзья мои в общем-то ладно да это лёля но у нее кстати про сена позднее она скажет кое-что другое об этом поговорим немножечко позднее далее друзья мои начались показательные выступления нам специально близко подвели гришку и лёля вот просто знаете голосом убирающего лебедя сказала боже боже муж мой дорогой меня не было всего-навсего сутки а ты уже ты уже так похудел я смотрю на греху друзья мои вроде все тот же да не орел конечно но в общем то зубы на месте уши на месте глаза бегающие туда-сюда на месте все на месте стоит себе видно что отдохнувший видно что выспался видно что ест хорошо потому что когда он пришел к лёльке но типа в качестве работника ребят он выглядел намного хуже у него был один шнобель на лице еще и зубов не было а теперь зубы появились все-таки что-то как-то немножечко поправился но не похудел гришка за сутки нисколько глаза не провалились под глазами не было видно даже намека на какие-то знаете синяки под глазами да или когда вот глаза провалились говорят да что вот так так работал так работал вот синяки под глазами мешки под глазами видно что человек прямо вот не ест толком не спит а похудел и так далее не здесь цветущий организм у гришки люля люля у тебя чё там со зрением да ты если трынди что ну как бы все таки знаешь заканчивай трындеть да ну а далее она говорит ну что что гриша тебе надо идти срочно отдыхать срочно лёля ты знаешь мне кажется гриша не дойдет мне кажется дело пахнет керосином лёля надо спасать гришу ты знаешь гриша так упахался ну давайте друзья мои поддержим лёльку в ее вранье она же говорит все я не успела приехать вернулась через сутки а тут гриша буквально уже все из последних сил в последних конвульсиях бьется лёль ты знаешь мне кажется срочно надо что-то делать надо срочно созывать твоих сыновей лёшка ты говоришь у вас там торчит да а федька тоже торчит но ты его прячешь шурик тоже возможно там торчит короче лёля ты будешь четвертый замыкающий вы в четвером возьмете греху я надеюсь в этот суповой набор донесете хотя друзья мои я верю что даже если бы лёлька захотела она бы сама себе бы на плечо взвалила бы этот суповой набор и понесла бы его и вы знаете вы уверена справилась бы с ним одна бы просто на раз плюнуть короче лёля гриша действительно без сил срочно срочно созывай народ надо гришку тащить в опочивальню там пусть лежит пусть отдыхает а ты будешь его кормить служечки в общем да друзья мои все все очень плохо ладно шучу конечно же потому что ну уже уже смешно уже хочется сказать словами гузеевой нецензурные выражения и лёле хочется тоже сказать слово уже слово на букву да п заканчивая уже трендить да только на букву п далее друзья мои а лёлька рассказывает а гришка гришка ребят вот чё вообще я так смеялась гришка рассказывает про быка и говорит ну что был у нас говорит бык матрос да бык сделал говорит свое дело практически как мавра сделал свое дело да ну а теперь говорит к нам придет другой бык ребят я слушаю все это мне становится смешно мне хочется сказать гриша следующий гриш смотри как бы с тобой не поступили точно так же как с этим быком да потому что шуриком поступили точно так же шурик сделал свое дело сделал лёльки ляльку да и все ему дали пинка под зад за ненадобностью а ты тоже уже сделал свое дело лёлька уже уже на пороге практически роддома тоже тебе могут дать пинка под зад в любой момент и притащить сюда уже другого другого быка производителя мы в лёлю верим мы знаем лёлькины способности ну а далее друзья мои лёля таки решила возмутиться да да лёля возмущена друзья мои вашим поведением да и моим собственно тоже не буду перекладывать всю вину на вас друзья мои да а лёля возмутилась и говорит что это пишут мне пишут и пишут рассказывают про то что у меня живот опять вот говорит не успела я поехать в москву а мне уже говорит там написали начали рассказывать про мой накладной живот лёль ну мы что виноваты то что у тебя тоже вот огромный да то его нет то опять огромный то опять его нет это что это за метаморфозы происходят с твоим животом каждый божий раз далее друзья мои нам продемонстрировали узи в перинатальном центре и там собственно лёлька говорит ой я увидела носик и губки носика губки мне удалось разглядеть лёля давай признавайся чей нос ты увидела чьи губы надеюсь нос не грехин да не дай бог как говорится в общем ладно далее она опять обращается гришки который стоит уже забыл что он должен изображать роль друзья мои умирающего лебедя должен же уже там скопытиться возле до ног поберухи забыл стоит гогочит зубы жмут гришки да и она говорит ну что мой любимый муж отпустить тебя он да ладно типа я постою до этой серии брось меня да ты со мной не дойдешь ну в общем друзья мои кстати кстати случилось чипе чипе друзья мои произошло самое настоящее пока гришка там ходил водил одним местом как говорится у него сбежали поросята поросята там разбежались да и гриша недолго думая чтобы вы думали начал назвать лёльки мне это так понравилось я сразу вспомнила историю ребят давайте вспоминайте помните когда лёлька лежала в больнице она нам рассказывала ну когда она уже была зла на шурика она про шурика рассказывала тоже там всякие разные там гадости и так далее она сказала вот представляете помощи от этого шурика никакой я мог в больнице лежу а он мне всякую херню названивает и спрашивает и тут ребята вот это знаете ощущение дежавю меня не покидает ой как же все-таки гришка шуриком похожи кстати я бы сказала все альфонсы похожи на самом деле все они такие беспомощные всем нужна такая женщина такой знаете мощной шеи на которую можно сесть на шею на плечи залезть и как говорится ай да пошел в общем друзья мои далее лёля начинает рассказывать что за сено они такие не расплатились о как лёль оказывается так можно да а ты в прошлом и в позапрошлом году рассказывала что нельзя что надо кровь из зуса сразу день в день срочно иначе все иначе просто кирдык оказывается можно в общем я смотрю что поберухи пора уже давным-давно записывать в блокнотик друзья мои что было а чего не было короче ладно далее далее ребята что там было далее она сказала но ничего ничего счет разблокирует и и все и мы тогда а значит рассчитаемся уже счет разблокирует да ой прям вранье на вранье вот про этот счет уже говорили сто раз говорить уже не буду далее она говорит ну что пойдемте буду говорит готовить буду вернее кормить своего мужа далее друзья мои действия разворачиваются на кухне на кухне уставший муж приготовил мохито ну готовил заранее понятное дело но я смотрю вы знаете грешка постоянно отирается на кухне лёлька налила себе и как всегда как чиканько из сказки и банько из сказки морозка начала хлебать прям хлебает и хлебает хлебает и хлебает как ненормальная как будто знаете она шла для ближайшего водопоя было где-нибудь недели две а то и три да и вот дорвалась до водички ну а далее значит лёля решила нам продемонстрировать говорить ну что давай давай может быть говорит поедим что же у нас тут такое приготовлено причем лёля начинает рассказывать о том что вот мол в такой семье можно там готовить раз в два дня и так далее ребят когда она начала смотреть в миск вот эти вот миски да открывать миски и спрашивать а что же у нас тут такое ах ну да да здесь салат но понятное дело что готовила это не пин Понятное дело, что никакого отношения к этой готовке ты даже близко, Лёль, не имеешь. Потому что ты бы знала прекрасно, что у тебя где лежит, если бы это приготовила ты. Но Лёля ни черта не готовит. И это понятно. Далее Лёля начинает объяснять, что, мол, да много-то готовить и не надо, потому что жара на улице. Мол, школьники едят, вообще клюют, как птички. Они практически не едят. Ребята, представляете, школьники, у которых вообще-то растущий организм. Ну так, на минуточку. Детсадовцы, говорит Лёлька, мне так нравится, да, детсадовцы. Как будто, знаете, про каких-то там вообще посторонних детей. Они, говорит, вообще в детском саду едят. Ну да, им даже никто не предлагает. Ну, в общем, все, говорит, у нас клюют, как птички. Ну да. Две птички, видимо, птеродактили, друзья мои. Они себе, Лёлька положила себе игришки. Немаленькие порцайки. Причем себе порцайку такую же, как и Гришан. Арбузик достала. Себя игришку она не обидела. Такие молодцы. Надеюсь, детям что-нибудь достанется. Лёля, конечно, сказала о том, что да, да детям все достается. А вот смотрите, абрикосы. А вот дети уже половину ящика съели. Ну, что там есть? Что там половина этого ящика? Этот ящик-то совсем небольшой. Что там съели эти дети? Дай бог, если по две, по три абрикосины взяли. И на этом все. Лёлька ж больше не даст, друзья мои. В общем, да. Ну что, показала, как любит себя, как любит Гришку. И говорит, я мужа своего кормлю хорошо. Кормлю, говорит, не по многу, а почаще. Чтобы, говорит, все у него было хорошо. Какая Лёля молодец. Так переживает за Гришку. Так переживает за детей. Особенно за Гришку. Говорит, ты у меня что-то очень сильно походишь. Такой обзор. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok